Блин, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Всем привет! С вами Гоша Грибс и это проект Первая Варка. На днях, а точнее 18 апреля, в Москве, на территории дизайна завода Флакон, прошел пятый московский фестиваль домашнего пива. И мы просто не могли пропустить это событие. Всем привет! Сегодня мы приехали на фестиваль разливного пива, который проходит в городе Москва. С Сашей Гендальфом. Вот он. Куда мы приехали? Мы приехали уже. Вот, экспериментальный флакон. Фестиваль был очень интересен. В нем приняли участие более 40 домашних пивоварей, которые представили около 130 сортов домашнего пива. Помимо пивоваров, на фестивале присутствовали стенды поставщиков ингредиентов для пивоварения. Общение проходило в дружеской, тесной атмосфере. В очень тесной, дружеской атмосфере. По утверждению организаторов, мероприятие посетило более 1000 человек, что в три раза больше, чем в прошлый раз. На самом деле, это было очень неожиданно для всех. Фестиваль проходил с 13 до 19 часов. Но уже к 16 часам у большинства пивоваров закончилось пиво, и вход был закрыт. Но мы поступили ответственно и приехали к открытию. Нам с Сашей удалось пообщаться с некоторыми пивоварами. Все с удовольствием делились секретами и угощали своим замечательным пивом. При таком стечении народа попробовать все пиво было невозможно. Но я старался задвоить, так как Саша был за рулем. Мне удалось попробовать около двух десятков напитков. И хочу заметить, ни один из них не вызвал отрицательных ощущений. Отдельно хочется отметить и поблагодарить организаторов за вкусную закуску, которую готовили прямо перед входом. Мы уезжали с фестиваля в приподнятом настроении. В полной уверенности, что уже на следующем фестивале, который пройдет в ноябре, ну или как минимум через один фестиваль, мы примем участие в качестве пивоваров. Вот, побывали. Побывали же? Побывали. Ну так, более-менее, какую-то ерунду варят. Мы будем лучше варить. С вами был Гоша Грипс и проект Первая Варка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ссылки под видео. Удачи и пейте вкусно и в меру!